МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Лучшие по профессии двое терапевтов нашего округа стали победителями премии «Подмосковный врач». Юные музыканты Пушкинской детской музыкальной школы, лауреаты всероссийского конкурса «Русская палитра». Яркая игра и неожиданный финал. Два сильнейших футбольных клуба Пушкинской футбольной лиги встретились в спортивном комплексе Пушкина. Об этих и других новостях прямо сейчас. Наши врачи лучшие. Названы победители премии «Подмосковный врач». В конкурсе участвовали пятеро докторов нашего округа. Двое из них – участковые врачи-терапевты. Работают в поликлинике номер один города Пушкина. С ними пообщалась наша съемочная группа. Чувствовать боль пациента как свою, представить себя на его месте. Такой профессиональный девиз – врача-терапевта Раисы Расуловой. Не зря ее вторая специальность – палеотивная помощь. В конце декабря Раиса Джабраиловна победила в конкурсе «Подмосковный врач». Испытание проходило в три этапа. Первый этап тестирования прошли. Потом назначено было второй этап. Там проходили уже станции, ситуационные станции. То есть показывали нам улежат, проводили мероприятия по неотложной помощи. А третий этап уже было собеседование. Были задачи. Подготовка была не отходя от рабочего места. Ведь терапевт каждый день сталкивается с ситуациями, которые обыгрывали в задании. Раиса Расуловна – не единственный терапевт первой Пушкинской поликлиники, кто победила в премии. Ее молодая коллега Надежда Андреева тоже в числе лучших. Она подошла по критериям отбора и поэтому стала участвовать в конкурсе. Еще в детстве, где-то в 6 лет, я решила, что хочу быть доктором. После этого, собственно говоря, все и шло к осуществлению моей мечты. Других вариантов не было вообще. В 17 лет я поступила во второй медицинский институт в Москве. Ну, собственно, после этого получила место в интернатуре. В поликлинике она уже работает 11 лет. С одной стороны, это приличный стаж, а с другой еще свежи воспоминания об учебе в ВУЗе. Также тесты – практически задания. После каждого этапа участники отсеивались. Наши героини прошли все. И только отдел кадров объявил о победе. Эта премия в Московской области присуждается впервые. Я как заведующая подразделением очень рада, что у нас такие замечательные доктора, которые получили заслуженную награду не только среди своих коллег и пациентов, но и на областном уровне. Среди пяти врачей, которые победили от нашего округа, два врача работают в нашей поликлинике. По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек. 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев, работающих в Подмосковье. Среди них 8 медработников Московской областной больницы имени профессора Розенова. По количеству победителей – заслуженное второе место. Анастасия Исперина, Антон Орловский, Яков Глазер. Новости Большого округа. А сейчас наша новая рубрика «Новости одной строкой». В ней мы рассказываем о значимых событиях нашего региона. С этого года для жителей региона доступно универсальное детское пособие. Денежные выплаты предоставляются будущим мамам и семьям с детьми с рождения до 17 лет, ежемесячный доход которых ниже 17 300 рублей на одного члена семьи. Обратиться за предоставлением пособия можно в МФЦ, через личный кабинет сайта госуслуги, а также оформить с помощью чат-бота Ириным. Выплаты поступят на счет в течение 10 рабочих дней. Мособлгаз проведет ежегодный конкурс для учащихся средних и старших классов Подмосковья. За победу в нем участники получат целевое направление в профильный вуз или колледж. По условиям конкурса ребятам необходимо создать 3D-модель дома с автоматизированными элементами в части газоснабжения, водоснабжения, освещения и других систем. Подать заявку на участие можно онлайн до 28 февраля. Осторожно, тонкий лед. Сейчас, когда морозы неустойчивы, особенно важно соблюдать бдительность вблизи открытых водоемов. МЧС России напоминает о правилах поведения зимой вблизи рек и озер Подмосковья. Нельзя выходить на лед, оставлять детей без сопровождения взрослых, проверять прочность льда ударом палки или ногой. Напомним, что в начале февраля в Павловском посаде произошла трагедия. Там в Клязьме утонула 7-летняя девочка. Лед считается неустойчивым, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней. Ученики детской музыкальной школы Пушкина – постоянные участники различных конкурсов. Один из последних – «Русская палитра». Наш округ представляли четыре музыканта. Из них двое стали лауреатами. С ребятами пообщалась наша съемочная группа. «Русская палитра» – это всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах. Его финал прошел в Московской детской школе искусств имени Балакирева. Уже несколько лет подряд наш округ представляют воспитанники Пушкинской детской музыкальной школы. 1300 юных исполнителей на народных музыкальных инструментах приняли участие в конкурсе. Наши ребята стали лауреатами. Это занятие Давида Трофимова. Мальчик уже четыре года учится в музыкальной школе. Аккордеон он выбрал не случайно. Это семейная история. У меня прадедушка делал гармошки, и папа – музыкант, байнист и пианист. И поэтому я выбрал аккордеон, потому что на нем в семье никто еще не играл. В свободное время Давид любит заниматься фотографией и плаванием. Это уже не первая победа на счету мальчика. Во всем его поддерживают родители. Дома у них целые концерты. В конкурсе «Русская палитра» он стал лауреатом первой степени. Есть мечта, чтобы стать известным, чтобы много зарабатывать. Еще один лауреат – Владимир Лозовой. Он занимается игрой на баяне. Когда я начинаю играть, у меня начинается раскрываться душа и все такое. Расскажи, сколько лет ты уже занимаешься этим? Я с баяном родился. Папа мальчика хотел научиться играть на баяне. Так мечта перешла к сыну. У Владимира не было сомнений. Попробовав играть на этом инструменте, он уже не захотел ничего другого. В планах у него стать известным баянистом. Конечно же, у нас ребята играют на большом количестве областных всероссийских международных конкурсов. Это ежедневные занятия. То же самое я могу сказать и про Володю Лозового, и про Давида Трофимова. Это наши трудяги, это наша гордость нашей школы, это наши надежды. Теперь мальчики готовятся к следующим конкурсам. Это Кубок Виртуозов и февральские гармоники. Пожелаем ребятам успехов. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. На этих выходных все внимание болельщиков было приковано к игре футбольных клубов «Инвестстрой» и «Динамо Оил». Две сильнейшие команды в первенстве, которые проводит Пушкинская футбольная лига. Результат встречи всех удивил. Каждые выходные в Пушкино проходят матчи открытого первенства городского округа Пушкинский по мини-футболу среди взрослых команд. Играют на паркете ФСК Пушкино. В эти выходные главным матчем тура стала встреча двух сильнейших команд лиги. Это «Инвестстрой» и «Динамо Оил». В составе каждого футбольного клуба опытные игроки. Они выступали не только за свой округ и Московскую область, но и за сборную страны. Команды показали яркую игру с интересными моментами. А главное, такого финала не ожидал никто. Хотелось поздравить, самое главное, всех болельщиков с такой прекрасной игрой, как у них было много мастеров на паркете. Но, к сожалению, впервые, надо признать, мы проиграли. Причем, я считаю, что проиграли по делу. Соперников поздравляю с хорошей игрой. Я считаю, что борьба с чемпионами еще не проиграна. Другим играм мы, надеюсь, подойдем в лучшей форме, с лучшим настроем. Победу со счетом 6-2 одержал футбольный клуб «Инвестстрой». В воскресенье ФСК прошли 8 матчей. Это Суперлига и Высшая лига. Напомним, в нашем округе более 30 действующих футбольных клубов. Пушкинская футбольная лига также проводит турниры среди детских команд и ветеранов футбола. Президент ПФЛ Андрей Макаров поделился с нами ближайшими планами. В округе собираются провести интересный турнир. К 8 марта мы готовим женский турнир. Девушки изъявили желание у нас тоже поиграть в футбол. Со всех уголков тоже отписались. Вышел репортаж. Кстати, на пушкинском телевидении, как девушки днем работают, а вечером играют в футбол. И сразу посыпались предложения. Давайте нам организовывайте турнир. Мы откликнулись. И вот 4 марта тоже приглашаем. Скорее всего, во дворце спорта будет проходить. Евгения Коломейц, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде на завтра. В четверг, 9 февраля, температура воздуха днем составит минус 1, а ночью 0. К вечеру ожидается небольшой мокрый снег. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях. Во ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей.